Я давно слежу за Сигурдом. Он был рожден среди воинов и мореходов, могучих викингов, закаленных солью и ветром. Вот он бросает вызов штормам и морским чудовищам и всегда побеждает благодаря своей отваге и неутолимой жажде славы. Когда старый Йотун похитил меня, Сигурд оказался рядом и пришел на помощь. Я не смогла противостоять обаянию линии. С верной дружиной доблестных войн или в гордом одиночестве против армии врагов Сигурд всегда бьется храбро. Никто не сумел его одолеть. Он побывал во всех уголках земли, но так и не потерпел поражения и состарился. Настало время славной смерти. Пора тебе присоединиться ко мне, Волгале. Да будет это последним походом, Сигурда Рыжебородова. Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Die Witch Glory или Умереть со славой. Ну что же, поехали. Я немножко в нее поиграл. Мне она понравилась и хочу сейчас вам ее продемонстрировать. Узрите, мой возлюбленный воитель. Могучий, целеустремленный, непобедимый и немного спящий. Я... Меня даже вчерашний штарм не разбудил. Нужно догнать мою дружину и присоединиться к битве. В этой игре, ребята, мы будем играть за викинга Рыжебородова, который должен найти себе неприятности, вступить в бой и достойно там умереть. После этого он попадет в Волгалу и, в принципе, его наэмиссия на земле будет выполнена. Твоя цель – умереть. В принципе, ничего проще, кажется, нету, да? Пойдемте умирать. Так, что у нас тут? Дерево-обрыв. Так, дерево не действует. Ага, ну чего, да? Кажется, проще. Оп, и перепрыгнуть. Так и сделаем. Опачки. Недолет. Ребята, недолет. Ну и, как видите, он полетел в Волгалу. Не тут-то было. А почему? Потому что твоя цель – умереть достойно. Найди оружие. Найди врага. Так, ну что? Ага, дерево сломать надо. Хорошо. Таким образом мы с вами перейдем на следующий берег. Ладно, давайте сделаем это дело. Что это еще за черепушка? Не пойму я. Летает здесь. Слушайте, дерево не хочет у нас ломаться. Топор. Так, черепок мне подсказывает топор. А где мы можем взять? Только если возле кораблей. Потому что туда нам не перебраться. Ага, вижу. Вижу я топорик. Ну, теперь я думаю, что можно идти смело рубить дерево и перебираться на другую сторону. Ну-ка, отлично. Вот он. Молодец. Давай, давай. Делаем себе мостик. Все у нас получилось. Но этот черепок меня бесит. О, Фрея! Летающий череп. И он меня преследует. Да, жутковато получилось. Расслабься, я не кусаюсь. Я Рагнар. Меня послала Хильда, чтобы тебе помочь. Ты потрясаешь в болтовне. Какие еще восхитительно полезные таланты у тебя имеются? Эй, я тут вообще-то маскировался, чтобы не попасться никому на глаза. Я был выдающимся воином. Выдающимся куда? Я сто раз был в Альгале, а Один сто раз меня выкидывал. Знаешь, за что? Без понятия. За жестокое веселье и острый язык в Альгале. Кто бы мог подумать, но зато теперь я дока в этом вопросе. Так что, шеф, давай доставим тебя к вратам Вальгалы. А, это будет мой персональный типа помощник, что ли? Вау, смотрите, тут что? Что это такое? Осада какая-то. Ладно. Чуваки тут разные летят. Так, ладно, ребята, нам нужно... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я не знал этого. Но. Ага, почему-то мы уже не полетели в Альгалу. Так, нам пока что нам нужно ползти по... А, вот, по веревке нужно ползти и избегать столкновения с этим маслом. Опа. Все, понял я. Вот так. Ну, по большому счету ничего тут трудного нету. Просто ползем и уворачиваемся от этого масла. Ого, кто там наверху у нас? Так, я вижу пушка и какой-то чувак нас тут ждет. Ага. Я отравлю тебя. Четырьмя футами стали. Надо же. Давайте-ка, наверное... Я уже позавтракал. Спасибо. Да, наверное, так и ответим. Ты бьешься, как старый садовый зомби. А мы тогда ответим ему, знаете как... Мозги. Судя по твоей роже, мы уже встречались. Ну, а мы тогда ответим... Ты тот цирюльник, что ровнял мне бороду. Ну, а что опять-то не так, елки-палки. Что опять с музыкой? Не понял. Это что у нас здесь такое? Что это за бар? Или пив-бар? Так, не врубился я. А что надо сделать-то? А, вот что. Действительно, блин. Доброе утро, Мидгард. И тебе не хворать. Это не сон. Повторяю, не сон. Это круши-ломай таверну. Даже так? Самое время что-нибудь сокрушить или сломать. А потом отправиться в Алгалу. Вот и весь, ребятушки, прикол. Это, оказывается, был у него сон. Надо в настройки зайти. Мне кажется, что как-то здесь немножко... Озвучка тихо играет. Ну-ка, а у нас здесь все по максимуму. Жаль, значит, придется нам так играть, ребята. Ну, и что у нас тут будет? Хотите послушать историю о том, как я дрался с Красным Рыцарем? Да-да, вот с этим. Ты уже рассказывал нам эту историю? Двигай дальше. И двину. Могу даже по зубам звездануть, если хочешь. Ладно, ребят, давайте мы сюда пройдем, посмотрим, что у нас здесь. Ну что же, пришло время продолжить мою историю. А вы слушайте и пейте. Угощаю! Ура, ребята, сейчас набухаемся на халяву с вами. Давай-ка историю, где был этот. Как его там? Дракон и Красный Рыцарь Джосси. Хе. Это одна из моих любимых историй. Там есть дракон. Так, давайте мы, наверное, с вами выберем... Да мы и познакомиться толком не сумели. Что стало с драконом? Кто? Да ничего особенного, в общем-то. Рассказать историю. Давайте расскажем. Однажды мы с Рагнаром пошли на дракона. Рыцарь пал, а зверь торжествует. Что за трагедия? Ага, рыцарь мертв. Дракон там, не понял, жив что ли? Так. Ну что же, пойдемте. Что тут у нас будет? Ой! Все. Рыцарь Джосси умер, к сожалению. Ну я-то как-то выжил почему-то. Но это самое главное. Так, нам показывают рубильники какие-то. Смотрите, здесь какой-то комок стоит. Меч подобрали. Замечательно. Давайте-ка мы вот этот рычажочек с вами дернем для начала. Такой маленький, да, даже не может. Ему надо обязательно подпрыгнуть. И здесь у нас настойка. Оу, и двери наверху открылись. Так, а теперь, ребята, мы, наверное, должны вот здесь с вами. Рычаг. Ну я боюсь, что вот этот комок сейчас на меня покатится. Да? Точно, ребята, надо срочно... Ну-ка, что это за бутылочка? Оу. Я невидимка? Или что? Замечательно. Комок-то проехал. Ну-ка, давайте-ка сюда пройдем с вами, посмотрим, что у нас здесь. Какие-то грибы. Динозавры всякие под землей, вон, скелеты. Ого! Это ж дракон, ребят. Это кто? Дракон? Это дракон кто? Ты разочарован? Я думал, он будет побольше, не такой спящий. Давай, борода, буди его с помощью своего непревзойденного музыкального таланта. Буди его своим рогом и поехали. Ну давай. Нифига, у него рог дудит. Тут кто хочешь проснется. Ё-моё, и как я его буду побеждать? Ага, мы нашли дракона, якобы. Ну что, атакуем? Всемогущий дракон кто? Пробудись и предстань предо мной и моим бородатым слугою. Почему-то я его слуга, интересно, не знаю. Ё-за! Смертные такие громкие. Мне снился такой прекрасный сон о бабочках. Хе-хе, дракону. Бабочках? Бабочки это классно. Жаль, что они мне больше не идут. Мы драться пришли или болтать? У кого нет эмоций, у кого вкуснейшие персики. У кого нет гнева, у кого полезные брокколи. Кто не ест мясо, кто больше не дерется. Что за бред? Это самое бредовое, что я когда-либо слышал от дракона. Трус, защищайся! Похоже, он не собирается с тобой драться. Что будем делать? Заставим мы его драться, наверное? Я заставлю эту змею биться. Оу, это не совпадает с тем, что ты обещал. Минуточку, он же должен был выжить. А что я обещал, я что-то не понял. Ну, давай, он просто жалок. Пощадим его. И? Достижение получил я какое-то. И все, что ли, на этом? Эй, куда побежал-то? Так, я не пойму немножко. Ребят, здесь... Что-то творится странное для меня пока непонятно. Дракон, кто не захотел со мной биться? И я ушел. Так. Так милосерденно, любовь моя. Но дракон кто так и не смог одарить тебя славной смертью? Врата Волгалы остались закрыты. И что дальше делать нам? Так, ну это мы сделаем позже оценивать игру, пока мы не будем ничего делать. Слушайте, я дракона не победил, поэтому меня в Волгалу не пустят, да? Ну давайте сюда пройдем, посмотрим. И вот, что случилось дальше. Вы не поверите, но я оказался в лесу гигантских грибов. Да ты что? Скучно мне что-то. Расскажешь историю? Дам тебе пройти. Гриб-город после гибели Джосси? Встретил ли ты Барда Дэна? Я стоял у ворот города. Ага, это тот раз, когда ты Барду Дэну чуть ли по физиономе не заехал из-за какой-то мелочи. Злой Барт. Ну, Большой Рыжовский, вот он, Гриб-город. Место, известное штаб-квартирой Ордена Рыцарей. План такой, внедряемся, находим любого из ходячих железяк, ты бьешься с ним насмерть, ты попадаешь в Альгалу, будь счастливой. Ладно, мне понятно. Так. И что мне делать? Ну-ка, давайте-ка. А, вот, валите. Опа, по грибушкам по этим прыгать надо. Ладно. Так, отлично, давайте вот сюда. Ага, что-то мы не долетаем, Алька. Надо, наверное, повыше прыгать. Да ладно, хорош ты уже, Рыжобородый, блин, еще и упал. Так, давай заново. Меня вот этот черепок летающий, честно говоря, смущает, он мне мешается, блин. О, отлично, у нас получилось. Так, давайте мы... Ой-ой-ой, нас стаскивает, оказывается. Нельзя слишком долго прыгать. Иначе мы можем с гриба с этого съехать. Ладно. Будем с вами аккуратненько как-нибудь прыгать, чтобы нам не упасть и в то же время успеть перепрыгать. Ай-яй-яй. Так. Во, отлично, давай вот теперь сюда, Рыжобородый, прыгай. Ну, куда тебя все тянет-то, а? Давай-давай-давай, во, молодец. Тихо, подожди, нам нужно... Вот, а теперь вот сюда, отлично. Так. Это мы якобы сейчас переходим на сторону замка. Да, точно. Слушайте, ребята, я как-то бессмертный могу прыгать с любой высоты. Опять мне нужны какие-то выключатели. Смотрите, баночка лежит. Ну-ка, дайте-ка мне баночку. Забр... Да е-мое, ну что ты какой-то непутевый, а? Бери, говорю, банку. Так, банка с дырочками. Слушайте, мне кажется, знаете, что надо? Вот. Пчел сюда. Ага, шикарно. Для чего нам пчелы? Тут у нас рубильники. Рубильники, скорее всего, нас будут открывать ворота. Давайте-ка попробуем... Почему меня током бьет? Здорово просто. С какого перепуга-то, блин? Я же хотел просто-напросто нажать на рычаг. Видимо, нельзя пока. Хорошо, давайте поднимемся наверх, посмотрим, что у нас тут наверху будет. Что это тут? Колокольня, а... А это-то что за ерунда? Оп, это упало. Колокол у нас тут бьет. И... Что происходит? Батарейка, что ли, какая-то лежит? Смотрите. Яйцо разбилось. Так, это что у нас такое? Рагнар, помоги мне починить это яйцо. Ты бы еще ситом пошел воду носить. Найди новое. Не хочет, значит, он, да? Мне помогать. Ладно. Дверь запертая. Эй! Есть кто-нибудь? Признаки жизни внутри не обнаружены. А это что у нас здесь? Поговорить. Собирайтесь на церемонию? Извини, приятель. Я не могу освободить тебе проход, пока ворота не открыты. Церемонию? Ну, знаете, это погибшая леди-рыцарь. Такая жалость. Она была молодая. Ее сестра безутешна. В Ордене что, есть женщины? Вы разве не знали? Они одни из самых лучших. Как бы то ни было, я не сдвинусь ни на фут, пока не починят ворота. Мне семью кормить. А для этого мне нужно как можно скорее попасть в Такун Сити. Не могли бы вы починить ворота? Я буду вам очень благодарен. Увы, я не могу оставить свою телегу. Е-мое. Так, тут какая-то, ребят, загвоздка. Это что ли квест у нас? Или что это такое? Так, давайте возьмем батарейку, наверное, с вами. Правда, я уже тут боюсь всего брать. Не знаешь, от чего ждать подвоха. Ладушки. Давайте почитаем. Рычаг не выглядит словно. Что же с ним? Видишь, тут выемка, словно чего-то не хватает. Слушайте, намекает на батарейку. Точно, ребята. Эта мелкая штуковина не работает. Хм, без понятия. Что еще можно сделать? Это еще... Это же я, ребят. Или двойник мой. Что это такое вообще происходит? Так. Нет времени объяснять. Используй это. Эй, постой-ка. И побежал, главное. Что это вообще такое было? Я не понял. Ага. А, это заработало. Магия. А, ребята, он мне дал новую батарейку, по ходу дела. Там было старое. Ну вот, мы открыли ворота. Теперь, наверное, можно, в принципе, поговорить с этим мужичонкой или дедушкой, кто здесь у нас на телеге. Я починил ворота? Можешь ехать. Спасибо, добрый человек. Берегись, я выдвигаюсь. Но самое главное, что... Что? Какого хрена ты делаешь, дедушка? Так, понятно, ребята. Он выдвигается. Слушайте, а я смогу, если что, вот так вот отбежать сюда? Он же ведь проедет. Да понятно, что это мне не нужно. Так, ладно, короче, мы сейчас... Пчелы в банке, выпусти их, если захочешь кого-нибудь напугать, например. Понятно. А что яйцо? А, ну это понятно, это мы тоже с вами читали. Найти новое. Новое яйцо у нас упало сверху. Так? Ну-ка, давайте-ка мы с вами сейчас прогуляемся сюда наверх. И посмотрим. Так, я вижу, ребят, сверху гнездо. Ну-ка. Вот, яйцо, короче. Покатилось, покатилось, покатилось. А я его здесь, наверное, не поймаю. Нет, не поймаю, конечно. Оно... Оп, и разбилось. В общем, не нужно успеть. Так, ладно, хорошо. Давайте попробуем сейчас спуститься. Ну, давай ты быстрее. Ну, что ты, рыжебороды, елки-палки, а? Так, вот сюда, вот сюда. Вот где-то здесь оно должно быть. Ой, чуть-чуть буквально, ребят, мне не хватило. Да понятно, что новое найти. Слушайте, а я вообще смогу ли успеть? Давайте еще попыточку с вами сделаем. Но, по идее, оно мне нужно. И я должен как-то успеть его поймать. Так, давайте по шурику. По-быстренькому. Давай, 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 давай. Не тупи ты, елки-палки. Так, 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 так. Стоим здесь. И оно падать должно, да, по идее? Во! Все, у нас получилось с вами. Только для чего оно мне? Я в упор. Не знаю. Давайте-ка почитаем про него. Неужели кто-то и вправду читает эти мои реплики про инвентарь? Это же яйцо. Яйцо. Ну, а для чего оно? Так, давайте, ребята, короче, мы сейчас... Да я понял, что дверь заперта. Я вообще на тебя не нажимал. Просто хочу проверить, смогу ли я отойти. Так, ну, на худой конец мы, наверное, можем вот так вот. Оп! Ну, здесь-то уж стопудово не задавит ведь, так? Мне вот хочется все время на ту стену перепрыгнуть, но, как я понимаю, там ничего такого нету. И здесь нам больше делать нечего. Яйцо у нас есть. В колокол звонить, наверное, нету толку. Ладно, давайте спускаться с вами. Поговорим с мужичком, который там за упряжкой. И будем его пропускать. Главное, чтобы он нас не задавил. Так, ну что, дедушка, давай. Мы починили, можешь ехать. Спасибо, выдвигается. Давай, 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 давай. Вот сюда. Постоим. Ну-ка. Оу! Нет, ребята. Не прокатило. Хотя я думал, что мы как бы отошли с дороги. Тогда будем с вами второй вариант. Это подниматься туда на лестницу. Как вы меня достали уже с этой дверью, а если честно. Короче, вот сюда мы с вами пойдем. И вот сюда запрыгнем. Потому что мы в любом случае с вами будем уже не на дороге. Главное, чтобы успеть туда добежать. Все, дедуля, дорога свободная. Открыты ворота. А мы отсюда побежали. Давай, рыжебороды, быстрее. Ну, мы, в принципе, должны успеть. Ждем. Отлично. Ну, значит, у нас и дальше свободен путь. И мы идем туда смотреть, что у нас там ждет. Это что еще такое? Так, опять рычаг. Ну, это плевое дело. Сюда тоже батарейки нужны? Что не так с этим городом вообще? Не ворчи, а решай проблему. А у меня нет батареи. Как я буду решать? Кто это такой? Эй, рыжая борода. Ты словно что-то ищешь? Не батарейка ли ищешь часом? Струну неси мне на обмен. Я дарю тебя взамен. А больше ничего тебе не надо? Может, мне просто двинуть тебе? Давайте вот это выберем. Ах так, забирай. Ну, я припомню тебе это. О, ребята. А может быть, мы зря так сделали с вами, а? Так, давайте воткнем батареечку сюда. И что у нас тут будет? А, понял. Все, открываются у нас еще одни ворота. Эй, Сигурд. Ты что-то бледный. Взбодрись. Этот черепок меня еще подкалывает, да? Ладно. Оу, оу. Это что-то... Что такое было? Так, ребята. Портал какой-то. А ну-ка. А-а-а. Прикольно сделали. Вы поняли, да? Помните, мы здесь с вами были? Нет времени объяснять. Используй это. Эй, постой-ка. Типа мы попали во временной портал. После того, как нас ударила молния. Ясно. Ага. Вот у нас и рыцарь стоит. Ну что же, будем, наверное, с ним драться, я так понимаю. Так, поговорить. Это частная траурная церемония, незнакомец. Тебе лучше уйти. Ни в коем случае. Ни за что. Я должен отдать последние почести этому могучему воину. Бум. Ну что... Ой, ребят, опять мы что-то не выполнили. Так, ладно. Хорошо, давайте. А, вот что можно здесь сделать. Так. Беги отсюда. Я смотрю, у нас тут меч лежит. Давайте его, наверное, заберем. Отличненько. И почитаем. Сталь истина. Клинок прям. Здесь покоится леди Джоселин. Капитан цветного ордена. Хорошо, будем знать. Ты знал, что она была девчонкой? Нет? Догадывался. Какая разница? Джози была сильным воином. И шилом в одном месте. Ну да, ну да. Так, а вот у нас и Ахламоныч здесь стоит. Ну, сейчас-то мы его, наверное, накумарим, да? Я устал от твоих фокусов. Викинг, пора покончить с этим. Эй, я сам бы лучше не сказал. У нас тут бой великий начался. Не понял, да чё такое-то? На-ка. Ну что, ребята, вроде бы как всё. Всё выполнили, да? Отлично. Ну, неужели мы попали? Чё такое было вообще? Это что за рыцарь такой? Я не врублюсь. С крысами, с какими-то. А, это хомяки были в доспехах. Ну, ничего себе не придумали, блин. Да я бы сказал, даже позорно. И что же нам теперь делать? Я хочу больше историй. Не пущу тебя дальше, пока не расскажешь ещё одну. Может быть, позже? Какой восхитительный букет. Однажды я уйду на пенсию и стану виноделом. Буду делать прекрасное вино. Это говорит лошадь, ребят. Неудобно держать бокал копытами. Но это пустяки. Дело житейское. Ты пиво пьёшь, лошадь. Вино, оно немного другое. Смекаешь? Я всего лишь маленькая лошадь. И жизнь моя не сахар. Не наседай на меня со своими нравоучениями, старик. Кстати, это тот самый дедок с повозкой. А тут у нас что? Эй, Сигурд. Поставь разработчикам игры Эля. Они выпьют за твоё здоровье. Ага, гнусные покупки в платной игре? Если честно, это не покупка. У тебя уже есть доступ ко всему контенту. Это вроде как пожертвование. Ну, может в следующий раз. Ну, естественно, мы не будем ничего тут платить сейчас. Я и так её купил. Рассказать историю. Только вот какую? Мне не повезло с драконом кто. Поэтому я решил отыскать цветной орден. Ты не был впечатлён. Но тогда это был единственный вариант. Гриб-город, ставка ордена. О, да. Гриб-город, странное местечко. Гриб-город был известен странной волшебной аномалией. Гигантские грибы и всё такое. Ну и ставкой ордена, конечно. Ну, а мне-то это ни о чём вообще не говорит. Эвелин, прости. Я пытался помочь Джоссе, но... Кто ты? Ты друг моей сестры? Эвелин, это я, Сигурд. Мы давным-давно познакомились в Гриб-городе. Но я тебя не знаю. Хотя, постой. Это же ты, тот негодяй, который убил сэра Таффлпуфа. Технически, это он меня убил. И это никакой не сэра, а банда хомяков в доспехах. Это точно. Я не хочу тебя видеть. Убирайся. Ладно, ладно. Что-то ужасно не так с этим местом сегодня. Да, ну что мне-то делать, ребята, прикажете, а? А ну-ка. Я хочу... Понятно, он хочет больше. Ладно, расскажем ему ещё историю какую-нибудь. И вот, что случилось дальше. Вы не поверите. С другой стороны, помнится мне и более жизнеутверждающая история про Гриб-город. Рассказываешь ещё историю, проходишь. Иначе никак. Хм, как насчёт живого Джосси? А почему бы и нет, да, ребят? Ну, давайте расскажем эту, хорошо? Минуточку. Ты другую историю рассказывал. В вашей текущей истории Красный Рыцарь погиб. Расскажите в Пещере Дракона историю о том, как Красный Рыцарь выжил. Оу, ё-моё. Рассказываешь, ну понятно. Так, ребята, мне придётся историю всю перерассказывать, получается. Чтобы Красный Рыцарь, видите ли, выжил, блин. Так, давай здесь тогда Пещера Дракона, да? Вот здесь я должен рассказывать. Рассказать. Ну что же, и в чём же выражалось это благополучие? Я спас Джосси от верной смерти. Вот так мы с вами поступим. Что стало с Драконом Ктоа? Да ничего особенного, в общем-то. Так и оставим, хорошо? Да, рассказываем. Теперь получается, что мы должны с вами сделать так, чтобы Красный Рыцарь выжил. Хорошо. Давайте. Что нам прикажете здесь делать? Сейчас упадём, наверное, да? Так, я не пойму. Опа! Стоп, стоп, стоп! Ты сказал, что спас Джосси. Да я пытался, ёлки-палки. Ну-ка давайте-ка ещё разок. Рок. Хильда дал тебе этот рок. На удачу, блин. Ага, вот это что. Понятно. Но, по крайней мере, Красный Рыцарь остался там. Мы с вами тоже вроде бы как выжили. Давайте-ка мы теперь здесь повторим всё, что у нас было до этого. Так, открываем этот. Ага, Рыцарь пошёл куда-то дальше. Ладно, здесь уже, смотрите, камень какой-то. Не ледяной валун. Так, он сейчас покатится, да? Ну-ка давай-ка по-быстренькому выпивать эту настойку. Хомячья смерть достижение получил. Ну, камень давай. Оп, отлично. Ух ты, а тут что-то новенькое у нас лежит, смотрите. Копьё. Мы подобрали с вами копьё. Слушайте, а может быть надо было всё-таки дракона шлёпнуть? Раз у нас копьё есть. А сейчас получается мы с вами просто, наверное, так же ответим. Как у нас до этого было. Так, ну здесь мы всё это читали. Ну, храпит он знатно. Ты в Альгалу собираешься или ещё одну голову над камином повесить? Остынь. Буди его своим рогом и поехали. Как скажешь. Давай-давай-давай, дракоша, просыпайся. Отлично. Задание выполнили? Ну-ка. И снова здравствуй, старый ленивый червяк. Давненько не виделись. Кто пробудился? Кто пробудил кого? А ты сохранил свои забавные привычки. Это я, Рагнар. Ты уже пару раз отправлял меня в Альгалу. Достаточно болтовни. Как насчёт удалось схватки, дракон? У кого нет эмоций, у кого вкуснейшие персики. Это, ребята, мы уже с вами читали. Это самое бредовое. Трус, защищайся! Так, он не хочет. Ну что ж, давайте тогда пощадим его. Он просто жалок. Пощадим его и давайте отсюда убираться. Что такое опять? Ну, это мы уже видели с вами. Ну, главное, что он же выжил у нас. Так, отлично. Надеюсь, на этот раз у нас с вами... Дракон, кто не захотел со мной биться? Я ушёл. Понятно. Это всё было. Так, давайте-ка мы с вами... Рассказать историю. Что, заново, что ли, опять? Ну, давай расскажем, хорошо. И вот, что случилось дальше. Вы не поверите, но я оказался в лесу гигантских... Как я снова встретил Джосси. Вот у нас будет очередное задание. Рассказать историю. Я стоял у ворот города. О, я знаю, я знаю эту замечательную историю о твоей дуэли с зелёным рыцарем. А вот и грибор. Ну, это мы уже читали. Понятно всё. Они тут только грибами питаются. Неудивительно, что они такие злые. Впрочем, нам это на руку. Так, а это что у нас тут такое лежит? Грибочки! Е-е-е! Странный грибочек. Слышал, что сок этих грибов очень скользкий. Может пригодиться? Ух ты, а ворота уже... Да здравствуйте, приехали, а! Дед, ты хрен... Ты какого лешего выехал? Блин, не знал я, что так будет здесь. Ну-ка, давай вот сюда вот. Ать! Не раздавить, надеюсь. Не-не, ребят, всё нормально. Она распрокатила, но история уже совсем по-другому развивается. Банки я не вижу. Какой-то миксер тут у нас наверху. Ну-ка. Погоди, 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 погоди. Давай обратно. Зачем ты спустился, а? Самое большое разочарование моего детства наступило в мой 30-й день рождения. К чему он это сказал? Колокол. Ну-ка. Воу-воу-воу-воу, что-то там упало. Так, как этот, Ванька-станька. Так. Ага, яйцо опять всё-таки падает. Ладно. Ух ты. Оу, какой милый ветряной зверёк. Раньше мы использовали их в жару. Я слышал, что они погибают в неволе. Может быть, освободим его? Нам нужно разобраться с этим замком. Моё ключевое заклинание тут почему-то тоже не работает. Так, значит, тут у нас... Не могу, зелёный рыцарь увидит меня. Гражданин, это запретная зона, только для членов ордена. Пожалуйста, покиньте помещение немедленно. И что ты мне сделаешь? Ой, ёлки-палки. Вот так вот. Накрыл он меня своей булавой. Ладно. Так, банки у нас нету. Мы не можем пчёл забрать. Хорошо. А здесь у нас... А здесь закрыты ворота. Хм. Выйти не могу. И рубильника, как странно, нету. Что же мне тогда делать? Наверху красный рыцарь читает какие-то мемуары. Ненавижу лошадей, они пахнут. В смысле? У тебя же носа нет. Правильно подметил. Нужно что-то вот здесь вот придумать, я так понимаю. О. Так, он пошёл куда-то. Надо же, наверное, пробежаться по-маренькому. Оп-оп-оп-оп. Успели. Ух. Шикарно. Так, ребята, что мы здесь? Ключ какой-то взяли с вами. Я уверен, что здесь можно найти что-нибудь для моей кожи. А-а-а. Летающий череп. Ты об этом? Уродливом? Эй. Зато у него харизматичная улыбка. Про кого он вообще говорит? Так, тут можно подслушать. Ты действующий капитан. Джосси, знаешь, что случится, если ты сейчас уснёшь? Конечно, сэр Тавплув убьёт меня и стащит все конфеты из буфета. Точно, но зато я прочитаю на твоих похоронах отличную поэму. Я хороший поэт, ты же знаешь. Разумеется, сестрёнка, знаю. Ты была рядом, когда была тинейджером. Хм, может быть, вовсе не Тавплув убьёт тебя во сне, в конце концов? О чём они тут говорят? Никогда не доверяй диванам. Что? Я был однажды съеден диваном-мимиком. Он выглядел, как обычные диваны. Вот только с острыми зубищами и львиным аппетитом. Разве мимики не любят прикидываться сундуками? Сундук с зубами? Ты что, двинулся? Ну, вообще-то, я насколько помню, мимики – это именно сундуки с зубами, а не диваны. И снова привет, Джосси. Как дорога? Твоя лошадь выглядит измотанной. Добро пожаловать в гриб-город, Сигурд. Не подскажешь, где у вас тут можно разжиться оружием? Увы, лавка Вирта сегодня закрыта. Он со всех ног умчался в лор... в лордестрам. На чью-то свадьбу. И... Спрыгивать, что ли, мне надо или что делать? Опа! Отлично, упали. Сам не знаю, для чего. Ну, насколько я понимаю, наверху мы сделали... А, во, ключик, ребят, смотрите. Ага, выбежал зверек. Куда-то побежал, побежал, побежал. Так, пчелы. Вот так вот оно. Во-во-во-во-во-во-во-во-во, куда он побежал? Вот и меч упал. Ё-моё. Давайте заберем меч. И что-то тут еще у нас лежит. Веревка. Хорошо. Ну-ка, давайте-ка его атакуем. Ой. Тут что-то можно привязать. Ага, ребят, смотрите. Конь по кругу, короче, у нас скачет. Сейчас, наверное, споткнется, и мы, наверное, будем атаковать. Должно, по идее, быть так. Ну-ка. Я просто не могу поверить. Это должно работать не так. Есть правила, которые просто нельзя игнорировать. Как правило, о колышках, веревке и рыцаре в тяжелых доспехах скажут, чем на лошади. Нам придется придумать что-то еще. Подожди минуточку, мне нужно написать жалобу. Они так просто не отделаются, только не в мою стражу. Ну, на самом деле, ребята, он должен был просто-напросто споткнуться и упасть. А что мы здесь можем придумать еще, а? Оп. Нет, мне его не догнать. Понятно. Это бесполезно. Так, зверек этот валяется, от него толпу никакого. Тут у нас про яйцо. Это все понятно. Странно. Что же мы с вами здесь упустили? Короче, ребята, это какой-то квест. Знаете, квест, который нужно проходить в определенной последовательности, чтобы его можно было завершить. В общем, игруля мне понравилась. Если, кстати, вам тоже понравилась, пальцы вверх, лайкаем и будем дальше снимать с вами эту игру. Слушайте, я не знаю, мы выйти не можем, но однозначно нужно с этим рыцарем как-то покончить. У нас с вами есть меч. Также у нас есть грибок. Ну, грибок, наверное, сюда. Он скользкий. По идее, нам надо смазать, может, веревку. Так, ладно, давайте-ка здесь посмотрим, что тут вообще есть. А, батарейка же у нас тогда упала, я ее забыл поднять. Точно. А толку-то от нее. Хотя, погодите-ка секунду, у нас тут еще лежит миксер. Так, и батарейки в комплект не входят. Ну, эти магические, да. Обычные входят. Отлично, запускай же. А, вот оно что, ребята. Нам нужно было сделать сок. И уже банка откуда-то у нас взялась. Так, теперь, значит, мы, наверное, будем смазывать. Раз у нас есть скользкий сок. А ну-ка, давай-ка. А, даже не смазывает, а лужу делает. Ну, сейчас этот охламон точно подскользнулся на ней. Сто пудов вам говорю. Ну, давай, 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 давай. Опа, отлично. Добиваем. Я устал от твоих фокусов, Викинг. Пора покончить с этим. Я сам не сказал бы лучше. Давайте вот это выберем. И опять у нас драка. И опять он меня прибил. Слушайте, ну, так как этот воин не воин, не засчитывается нам, да? Точно. Давай, Сидурс, пускайся на землю. Но в любом случае, ребята, мы с вами по-новому рассказали историю. Теперь у нас должно что-то получиться. Ух ты. Поражение от хомяков. Мда. Ну, это понятно. У нас открыты... Да, 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 да. Мы это все понимаем. Вот, наконец-то мы можем с вами идти сюда дальше. Ух, сколько тут народа. Индейцы, что ли, какие-то? Точно, ребят, смотрите, индейцы. И вон Барт там сидит, который нам что-то хотел припомнить. Итак, история о Бармаглоте. Каким он вырос? Кровожадным или милашкой? Ну, а эту историю мы уже будем с вами проходить в следующей серии. А на этом все, ребята. Буду завершать свой выпуск. Всем спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставим лайки и увидимся уже в новых свежих видосиках. А на этом все. Всем пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok